Сегодня мы собрались по очень скорбному горькому поводу. На восемьдесят седьмом году ушел из жизни художественный руководитель первого и единственного в мире театра цыганской песни Сличенко Николай Алексеевич. Николай Алексеевич прожил яркую, достойную, талантливую, я не побоюсь этого слова, легендарную жизнь. В его жизни было многое. И радости, и горести, и тяжелые периоды. И минуты головокружительного успеха и взлета. Не сказать, чтобы его жизнь была легкой. Он — дитя войны. Достаточно вспомнить о том, что во время Великой Отечественной войны в 1942 году на его глазах был расстрелян отец. Родился Николай Алексеевич 27 декабря 1934 года. В 1951 году, в возрасте 16 лет, он был принят в труппу театра «Ромэн» на должность артиста вспомогательного состава. В 1977 году он уже режиссер театра, а с 1992 года — художественный руководитель театра «Ромэн». Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР, кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й, 3-й и 4-й степеней, кавалер Ордена Почета и Ордена Дружбы, лауреат премии правительства города Москвы «Легенда века». Сегодня очень многие почитатели таланта Николая Алексеевича хотят сказать прощальные слова. Слова памяти, слова поддержки близким. Выразить свою скорбь по поводу его ухода. И мы услышим эти слова. Также в нашем распоряжении есть невообразимо огромное количество телеграмм со всего света с выражениями этой скорби. Все их, к сожалению, зачитать не получится, но некоторые сегодня в течение нашей церемонии я буду зачитывать. А первое слово предоставляется министру правительства Москвы, руководителю департамента культуры города Москвы, Кибовскому Александру Владимировичу. Пожалуйста. Уважаемые родные, близкие, все те, кто любил, восхищался много лет творчеством Николая Алексеевича. Сегодня мы действительно прощаемся с человеком, который при жизни стал легендой. Действительно человек, который при жизни был награжден крепчайшей наградой нашего города в риме правительства Москвы, легендой века, которая присуждается только тем людям, которые не просто достигли каких-то вершин в своем творчестве, но всей своей биографией стали образом и символом того направления, которому они отдали свою жизнь. Николай Алексеевич был над таким человеком, и действительно, когда вот сейчас даже слушаешь эти скупые истоки биографии, охватывая внутреннее восхищение. Вот вдумайтесь, человек, который пришел в театр Роман в 51-м году, 70 лет назад, когда большинство из тех, кто и сегодня слушает его песни, смотрит его фильмы, их еще не было, даже в проекте. И человек, который за эти годы пережил целую серию поколений, тех людей, которые приходили сюда, которые приходили на концерты, менялись поколения, а любовь к нему по всей нашей стране, она оставалась неизменной. Это было потрясающее явление. Артист, который получил звание народного артиста СССР еще в 1981 году, задолго до того, как это звание стало постепенно более доступным, если можно так выразиться. Тогда, конечно, чтобы достичь, и об этом тоже было правильно сказано, требовалось пройти все ступени признания. Это высшее государственное признание для артиста того времени и только нашей страны, России, но и всего того количества республик, которые составляли Великий Советский Союз. И именно поэтому действительно сегодня огромное количество телеграмм соболезнований со всего мира. Он действительно был народным артистом, в первом смысле этого слова, не потому что ему там дали это звание, а потому что действительно народ видел в нем своего. И это редкий дар. С одной стороны, быть великим деятелем искусства, с другой стороны, не потерять эту связь с людьми, которые считали действительно его одним из своих. И в этом отношении это справедливо, потому что вы можете представить, какое количество за 70 лет было выступлений, концертов, спектаклей, как много людей получили огромное впечатление, эмоциональное переживание, положительное впечатление встречи с ним, с его творчеством. К сожалению, уходит эпоха, и мы за последний год, к сожалению, проводили целую плеяду выдающихся деятелей искусства, но всегда мы считаем, что Николай Алексеевич, он с нами, тем более был человек всегда неунывающий, был всегда человек очень энергетически сильный, по-другому нельзя, тем более в том амбуа, которым он занимается. Но, к сожалению, не миновала эта чаша и его, и сегодня вот он идет во след за теми своими друзьями, своими коллегами, которых тоже уже нет с нами. Это действительно очень тяжелая утрата, и сегодня, конечно, перед театром перед коллективом все очень серьезная проблема. Действительно, многие десятилетия он был здесь, он был мирилом добра и зла, он был наставником, коллегой, учителем, товарищем. Он сидел в себе огромное количество того, без чего не может жить театр. И пока он был здесь, это была совершенно определенная ситуация. Сегодня, к сожалению, мы сиротели, и действительно, сегодня уже невозможно обратиться к нему за советом, за помощью, спросить мнение, сверить часы. Сегодня придется очень трудно, постепенно учиться жить самим, но так, чтобы быть достойными памяти этого выдающегося человека. Пока еще это осознание не пришло, оно только-только наступает. Но это действительно так. Вражая глубочайшие соболезнования родным, близким, всему коллективу, со своей стороны, конечно, мы окажем всю необходимую поддержку в этот трудный момент. Но, конечно, сбить это невозможно. И сегодня от нас от всех зависит то, чтобы мы оказались вот этой ситуацией в достойной памяти этого выдающегося человека. И гордились тем, что нам выпало счастье работать с ним рядом, общаться с ним, иметь теперь уже воспоминания об этом удивительном народном артисте. Вечная память Николая Алексеевича. Он ушел, но с нами остались его песни, его выступления, его роли. Очень-очень долгое эхо, которое, я думаю, будет еще с нами много-много-много-много лет, и на котором будут уже учиться следующие поколения. Даже те, которые уже, к сожалению, не смогут, как мы, сказать, что мы были современниками этого человека. Вечная память сил вам всем на то, чтобы пережить эту трагедию. Давайте будем помнить Николая Алексеевича таким, какой он был, и сделаем все, чтобы эта память как можно дольше сохранялась в этих стенах. Спасибо. И прежде чем мы услышим следующее выступление, я позволю себе зачитать несколько телеграмм. Первая телеграмма от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. С глубокой скорбью узнал о кончине Николая Алексеевича Сличенко. Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству родному театру Романа. За годы неустанной вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую прияду молодых исполнителей. Коллеги и благодарная публика ценили его за щедрый талант, мастерство и удивительное опаяние. Светлая память о народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества. Владимир Путин Следующая телеграмма от председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Уход Николая Алексеевича Сличенко невосполнимая утрата для родных и близких, коллег отечественной культуры, для всех, кто знал этого яркого, талантливого певца, актера и режиссера, восхищался его искусством. Всю свою жизнь Николай Сличенко посвятил уникальному театру ромэна, где раскрылось его особое вокальное мастерство актерское дарование. На знаменитых подмостках он воплотил свои смелые режиссерские замыслы, создал новое театральное направление, в котором органично сочетались драматическое искусство и самобытная культура цыганского народа. Николай Алексеевич был человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца. Его темперамент, солнечная энергетика всегда заряжали зрительный зал. Многие начинающие артисты учились у него не только музыке, он был для них примером беззаветной предности своему делу и высокого мастерства. Николая Алексеевича Сличенко больше нет с нами, но остались его богатое творческое наследие, неповторимый голос и добрая память о нем. Прошу передать мои глубокие соболезнования коллегам, родным, близким, ученикам Николая Алексеевича Сличенко. Михаил Мишустин. Предоставляем слово заместителю художественного руководителя театра народ артисту России Николаю Сергеенко. Пожалуйста. Спасибо. Трудно что-либо говорить по этому поводу, но тем не менее я скажу. Ушла эпоха. Ушел человек космического масштаба. Космического масштаба в искусстве, в человечности, как личности. Актеры нашего театра знают, что он сделал для каждого в этом театре, в личном плане, в творческом плане. В частности, что касается меня, он меня привлек и в режиссуру, и доверял потом спектакли ставить. Много чего интересных планов было. И то, что произошло второго числа, для меня был шоком, как и для всех, но шоком для меня было вдвойне, потому что буквально дня два-три назад я с ним общался по телефону. И все было нормально. Но затем случилось то, что случилось. И мне хочется ему сказать, он слышит все, я уверен, что актеры и наш театр соберутся и в память его будут творить и жить дальше. и театр ромэн будет идти дальше. И у меня еще есть предложение от театра, ну это, наверное, надо будет представлять департамент, назвать цыганский театр ромэн именем Николая Священко. «А то, что сегодня горе у нас в театре, это горе не только у нас, это всего цыганского народа и не только России, а во всем мире, потому что его знал мир. цыганского так же, конечно, горе для россиян, потому что он достояние России, не только цыган. Трудно себе представить, что кто-то может его заменить в этом плане. Когда-то говорили, нет незаменимых, нет, они есть, такого заменить невозможно. Еще не родился такой и в ближайшие сто лет не родиться. вечная память. Алексеевич, ты всегда будешь с нами. Во всяком случае, до конца моих дней ты всегда в моей душе. Спасибо огромное. Федерация Федерального Собрания Российской Федерации Палентине Ивановне Атвиенко. С глубокой скорбью узнала о кончении народного артиста СССР Николая Алексеевича Сличенко. Легендарный мастер, бесконечно преданный любимому делу. Николай Алексеевич был настоящим творцом и подвижником. Человеком, сумевшим сохранить и продолжить лучшие традиции замечательного театра Ромена. Единственного в мире профессионального цыганского театра. Судьба подарила ему уникальный талант и сильный характер. Николай Алексеевич внес огромный вклад «Возрождение и популяризацию культурного наследия цыганского народа». Благодаря его созидательному труду музыка и танцы цыган сегодня являются неотъемлемой частью моноконациональной российской культуры. Мудрый педагог и наставник, он щедро передавал опыт молодому поколению артистов. Коллеги и друзья ценили Николая Алексеевича за верность своим принципам большое личное обаяние и оптимизм. Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать мои искренние соболезнования его родным и близким. И следующая телеграмма от министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой. Прискорбной новостью для всех нас стала смерть выдающегося актера, театрального режиссера, художественного руководителя театра Ромэн Николая Алексеевича Сличенко. Его биография эталон преданности любимому делу и яркий пример служения искусству Николай Алексеевич всегда покорял зрителей своим уникальным талантом, энергией и обаянием. Он внес неоценимый вклад в развитие единственного в мире цыганского театра Ромэна. Добрая память о нем навсегда сохранится у поклонников его творчества. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николаю Алексеевичу светлой памяти. И следующее слово предоставляется президенту регионального совета федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежде Георгиевне Деметта. Пожалуйста. Спасибо. Георгиевне Георгиевне В первые дни у народного артиста СССР и гулятику старственной премии СССР Николай Алексеевич Слеченко написал 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 такие слова Это не просто певец актер и режиссер это блистательный феномен мировой культуры Вот точнее не скажешь просто замечательные слова ведь действительно такого признания никогда еще не получал ни один представитель нашего талантливого народа Это был такой успех Это была такая популярность когда приходилось вызывать клонную милицию для наведения порядка когда в театр роман собирали все его поклонники Это действительно гений Вот в нем сочеталось все сошли все звезды Он красив Он обаятелен Он аристократичен У него человеческое тепло от него так и шло Он пытался всегда всем помочь Он опыт огромный имел мудрость подход ко всем находил никогда не повышал голоса Душа просто у него необыкновенная души человек и при этом таланта огромного и неповторимого и не зря сегодня говорят что неизвестно когда еще такой человек появится на свете дай бог чтобы конечно был но такие люди часто не рождаются на свет которые бы сочетали в себе все это замечательный режиссер был поэтому потому что он и получил образование у Гончарова и все этапные спектакли театра ставил он и мы цыгане до сих пор идет и четыре жениха и другие спектакли все это этапные спектакли театра Романа конечно целая прияда вышла человек который всегда помогал получать образование очень многих людей помогал им учиться помогал получать специальность и так далее и мы можем только сказать огромное спасибо Николаю Алексеевичу за то что он поднял цыганское искусство на определенную высоту и внес лепту очень очень важную лепту в мировую цыганскую культуру в чеографийскую цыганскую культуру светлая память Николаю Алексеевичу один за другим уходит корифей нашего искусства и светлая память ему это был великий мастер и человек с большой буквы и моей соболезнования родным и близким Николаю Алексеевич следующая телеграмма от мэра Москвы Сергея Собяна с глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР Николая Алексеевича Сличенко ушел из жизни прекрасный актер певец и педагог оставивший яркий след в истории нашей культуры на протяжении семидесяти лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра ромэна более сорока лет он возглавлял этот легендарный творческий коллектив цыганские романцы Николая Сличенко будили лучшее чувство в сердцах миллионов людей а созданные им лирические образы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа светлая память Николая Алексеевича Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег друзей и многочисленных поклонников прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Николая Алексеевича Следующая телеграмма Александра Калякина Дорогие коллеги друзья ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко великое имя великий артист великая легенда театра роман народный артист СССР лауреат государственной премии СССР Николай Сличенко обладал множеством званий и наград но не этими званиями и наградами был известен этот выдающийся деятель нашей культуры к ним он относился скептически с присущим ему юмором его знали и любили миллионы зрителей за фантастический талант уникальный голос обаяние его искусство дарило людям много любви и тепла его душевность подкупала абсолютно всех жителей Советского Союза независимо от того где они живут он покорял своим талантом людей всех национальностей возрастов и сословий наверное так щедро природа награждает очень немногих людей Николай Сличенко был из этого ряда избранных его имя присвоено звезде в созвездии Тельца такой честью достойно очень немного деятелей отечественной культуры он был открыт людям потрясающе добрым искренним человеком все что в своей жизни сделал Николай Алексеевич было наполнено любовью любовью к театру своим коллегам своей жене своей семье в нынешнем году исполнилось 70 лет с тех пор как он совсем юным пришел в театр романа который стал для него родным домом до конца его дней и его общественная деятельность и творческая были посвящены люди его любили абсолютно все каждый его приход в СТД на встрече с ветеранами был настоящим праздником для всех он был истинным другом нашего театрального союза моим дорогим другом которого мне будет очень не хватать многоуважаемая дорогая Томила Сужарина примите мои самые искренние соболезнования вся ваша семья вся большая семья московского театра романа это невосполнимые потери и мы скорбим вместе с вами дорогие коллеги светлая память нижайший поклон и наша вечная любовь великому артисту Александр Калявин следующее слово предоставляется музыкальному руководителю театра романа Николаеву Лекареву пожалуйста 2 июля перестала биться сердце Николая Алексеевича Сыченко Человека легенды Человека эпохи Человека звезды Россия подарила много гениев всему миру миру искусства Есенин Толстой Пушка Чайковск и многие другие наряду с ними имя Николая Алексеевича Сыченко Пожелой главный из всех тех наград из всех тех многочисленных наград которыми он был удостоен это пожалуй награда от Господа Бога который наделил Его потрясающим талантом наградил Его щедрым сердцем это был человек который мог найти подход правильный подход и к начинающему актеру и к актерам которые уже много сделали для сцены с каждым днем все больше и больше будем понимать кого мы потеряли и с каждым днем мы будем благодарить судьбу за то что она позволила нам быть современниками этого гения за то что мы имели честь стоять с ним на одной сцене за то что нам посчастливилось слушать Его пожелания участвовать в Его работах человек умирает тогда когда о нем забывают Николай Алексеевич вечная память он всегда будет в нашем уме в наших сердцах в наших душах потому что такого человека забыть нельзя покойся с миром Николай Алексеевич совместно на нее близким родным всем нам и тем миллионам поклонникам Николая Алексеевича Сличенко вечная память рации Зуроба Церетеля уважаемые коллеги друзья с невыразимой печалью узнал о кончине Николая Алексеевича Сличенко народного артиста СССР художественного руководителя вашего театра всенародно любимого артиста и певца певца художественного незабываемыми образами в театре и кино легендарными спектаклями и воспитал целое созвездие актеров и единомышленников национального цыганского театра до последнего дня был востребован на его подмосток маэстро Николай Сличенко легендарная персона яркая звезда в плеяде российских деятелей культуры очень близки академическому сообществу творец и коллега его талант и творчество вдохновляют многих достойных мастеров всех сфер искусства в нашей памяти навсегда сохранится особенная атмосфера встреч с творчеством незабвенного Николая Алексеевича Сличенко Сочувствую родным и близким Николая Алексеевича Скорблю о невосполнимой потере и разделяю вашу боль Примите от имени Президиума Российской Академии Художеств наши глубокие соболезнования И следующая телеграмма от генерального директора киноконцерна Мосфильм кинорежиссера народного артиста России Карена Шахмазарова Коллегам родным и близким Николая Алексеевича Сличенко от коллектива киноконцерна Мосфильм и от меня лично примите самые искренние соболезнования в связи со смертью Николая Алексеевича Ушел из жизни замечательный артист и режиссер Человек создавший уникальный творческий коллектив Его неповторимый голос безграничное личное обаяние покорили сердца миллионов людей Мы будем помнить Николая Алексеевича как невероятно светлого человека отдававшего себя профессии без остатка Человека снискавшего любовь благодарность и уважение всей страны генеральный директор киноконцерна Мосфильм Карен Шахмазар И следующее слово предоставляется помощнику руководителя федерального агентства по делам национальностей Серегину Олегу Сергеевичу Пожалуйста Дорогие родные и близкие Николай Алексеевич примите самые искренние соболезнования от нашего федерального агентства по делам национальностей Для нашего коллектива это большая утрата мы очень тесно взаимодействуем со всеми цыганскими организациями России и конечно цыганская культура развитие культур цыганского народа это неотъемлемая часть всей нашей совместной работы ну и что говорить о Николае Алексеевиче это человек действительно как уже сказали отмеченный Бог вот та история которая достаточно известна про икону которая спасла его его семью после гибели отца вот и привела его в конечном итоге в этот дом с помощью Божьей как он иногда тоже шутил зачем если у тебя есть талант знать новую драмату то есть действительно талант он всегда найдет себе дорогу он нашел этот путь у нас в России проживает 193 народа и народности каждый из них уникальный и цыганский народ не исключение но в цыганском народе Николай Алексеевич был уникум из уникума действительно таких людей очень мало да названо его именем звезда но есть еще надежда что маленькие звездочки его имени разгораются и на нашей земле в силу работы к счастью мне приходится много ездить по нашей стране в том числе бывать и общаться с представителями цыганского народа и я вижу такие места это и Тульская область и Владимирская и Кемерская где есть и цыганский творческий коллектив где маленькие девочки там 8-9 лет так поют что их можно наверное уже через несколько лет выпускать на эту сцену и мне кажется пример Николай Алексеевич он будет работать и вот это развитие вот это появление этих детей через некоторое время здесь на мировых сценах будет лучше память для него светлая память огромное количество телеграмм с выражением скорби горечи по поводу ухода Николая Алексеевича это телеграмма от совершенно разных людей со всего света к сожалению зачитать их все даже маленькую часть не представляется возможным в рамках одного мероприятия которое сейчас нас собрало но мы можем перечислить хотя бы список тех коллективов которые не остались равнодушными к этому уходу которые прислали свои телеграммы это Московское общественное объединение столичных цех деятелей культуры в лице Евгения Герасимова Льва Лансмана Александра Ширвинта Марка Варшавера Дмитрия Родионова Аркомитет Международного фестиваля национальных театров Москва Город Мира в лице Виктория Скопенко Вера Федорченко это театр имени Моссовета в лице Евгения Марчелли Валентины Панфиловой Московский государственный театр Линком Марка Захарова в лице Марка Варшавера коллектив театра Московский академический театр сатиры в лице его коллектива Московский драматический театр имени Пушкина Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в лице художественного руководителя Ены Елены Шербаковой и всего коллектива театра Также Московский театр уголок дедушки Дурова в лице семьи Дуровых и коллектива театра Спасибо огромное всем кто в это непростое опасное время тем не менее нашел возможность прийти проститься с Николаем Алексеевичем Наше прощание близится к завершению Я хочу сказать буквально вам несколько слов Есть такой замечательный советский фильм который вы все конечно же знаете Табор уходит в небо Вот сегодня Николай Алексеевич уходит в небо отдав всю свою жизнь без остатка цыганской песне русскому романсу став легендой уже при жизни он уходит в вечность он станет той звездой которая будет греть нас небес теплом своего таланта светом своего обаяния которое навсегда останется в наших сердцах на этом гражданская часть нашей церемонии прощания заканчивается впереди у нас отпевание которое будет проходить в церкви Рождества Иоанна Притечи по адресу Малый Притечицкий переулок 2 мы приглашаем всех кто желает прийти на отпевание совершить вместе с нами молитву памяти после отпевания будет захоронение на Трекурском кладбище в Москве если кто-то желает проследовать так же пожалуйста это Рябиновая улица 24 строение 1 напоминаю отпевание будет происходить в 14 часов в храме Рождества Иоанна Притечи по адресу Притечинский Малый Притечинский переулок дом 2 Дорогие друзья на этом в этом зале мы с вами прообщаемся пожалуйста проходите на выход меня попросили на некоторое время оставить семью на единец Николая Морисеевич пожалуйста подпросите ПЕСНЯ Реабин ПЕСНЯ ВСЕРОН ПЕСНЯ Спасибо. 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 Спасибо.